Всем привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на канал Diamond Dream. Сегодня делаем расклад на тему, что происходит в его жизни прямо сейчас. Использовать я буду колоду Taro Grand Luxe. Пожалуйста, задумывайте вашего мужчину. И сейчас при помощи высших сил попытаемся посмотреть, что там происходит с вашим мужчиной. Какие энергии его окружают и какие изменения грядут или уже происходят. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Аркан шут. Новые пути перед ним открываются. Мужчина идет в новое. В какой-то из сфер его жизни. Абсолютно в любой здесь может быть, а может быть и по всем фронтам. Здесь обновление энергии. Новые пути открыты. Или же этот мужчина сам себе их открывает. Но это аркан именно о том, что новенькое что-то. Обновление, какие-то новые энергии яркие, интересные в его жизни. Или стучатся, или уже это происходит сейчас. Как мужчина проявляет себя. Посмотрите на этого человека. Посмотрите. Он всем доволен. Все хорошо. Он один на аркане. В принципе, даже и не нуждается ни в ком для того, чтобы быть счастливым. Ну, вот так. Вот так он сейчас себя проявляет. Люблю себя любимого. И всему радуюсь. И все у меня, в принципе, неплохо. Даже если все складывается совсем и нехорошо. Ну, мужчина так, значит, себя настраивает. И, скорее всего, все более или менее ровно сейчас у него идет. Мужчина доволен. Что уходит из его жизни, несмотря, возможно, на некие проблемы. Что приходит наоборот, сейчас вступает в силу. Что происходит в его жизни прямо сейчас. Как говорится, долго радоваться не придется. Ух ты, сколько у нас троек, двоек, всего остального. Что происходит в его жизни прямо сейчас. Тут мужчина, у кого-то из ваших партнеров может случиться так, что была вечеринка. Или, может быть, он сам в одно лицо хорошенечко принял. И у него сейчас похмелье. Очень часто так бывает именно по этим арканам. Кстати, на тот момент, когда мы смотрим с вами расклад, он может спать. Или готовиться к осну. Или вообще чувствовать себя уставшим. Или же вот быть в том состоянии, в котором я вам сказала. В том случае, если он принимает у вас алкоголь. Или любые другие вещества, которые на него расслабляющим образом действуют. Вообще, мужчина находится сейчас в ситуации, когда он понял, что легкомысленное поведение. Его личное легкомысленное поведение и отношения. Мне не показали какую-то определенную женщину. Но, в принципе, легкомысленное поведение в любовных отношениях, оно приводит как раз к моменту разочарований. В итоге, даже если он раньше не осознавал этого, сейчас он осознает, что ответственность на себя нужно брать. Потому что если всю жизнь, как стрекоза, прыгать с цветка на цветок, то ничего хорошего это не принесет. И вот у него сейчас раздумия по этому поводу и, в принципе, какие-то такие мысли, что жизнь несправедлива. И я заслуживаю чего-то лучшего, наверное. Я совсем неплох, я неплохой, я хороший человек. Но ошибся, но ошибался, всякое в жизни бывает. Но я люблю приятную компанию, я люблю красивых женщин, я люблю флирт. Такой приятный, легкий, ни к чему не обязывающий. Однако же вот этот необязывающий флирт, он ни к чему не ведет, это ведет только к опустошению. Ну, когда это постоянно, когда это входит в норму, и человек не берет на себя ответственность. И вот он сейчас обдумывает эти вещи, что как стрекоза, поведение стрекозы, это вообще никак не то, что приносит счастье в жизни и удовлетворение. И в то же время он себя оправдывает. В общем, здесь сейчас речь об этом, он находится в таких энергиях. Переживает у него, даже если вы скажете, он не способен переживать, переживает. Он понимает, что что-то складывается не так, что-то происходит не так сейчас в его жизни. И вообще, по идее, этот мужчина, он зашел в тупик. Он сейчас, хоть и неплохой вышел аркан, здесь в каких он энергиях находится, но нам больше сигнифицировали его. Достаточно эгоистичный человек, на себе сконцентрированный. Есть я любимая, все остальное, ну, это уже не столь важно. И чувства других людей, и отношения с ними, это не настолько важно, как отношения с самим собой и удовлетворение своих личных потребностей. Так что вот такие интересные сегодня мне энергии показали. Давайте посмотрим, как мужчина думает о вас, думает ли вообще. Вы для него вечная тайна. И что именно думает о вас здесь мужчина? Ух ты! Здесь информация для тех, кто расстался. Если вы с этим мужчиной расстались, то знайте, что он постоянно об этом думает. Почему это произошло? Зачем это дано было? Почему вы так себя повели? Почему вы не отреагировали каким-то другим образом? Не важно, как там он себя повел в процессе вашего расставания. Но у него мысли очень противоречивые в голове о том, что почему, почему, вот этот вопрос, почему вы поступили тем или иным образом. То есть он не может вас понять. Он не может понять мотивов ваших поступков, ваших реакций. И вообще, почему вы к этому пришли, ему тут даже не сомнение, а как бы он пытается вникнуть, пытается понять, почему так. И вас он до конца понять не может. Вы для него остаетесь человеком очень загадочным и человеком реакции, которого он предугадать не может. Так что здесь вышли мысли именно по этому поводу. Если вы с ним расстались, то у него здесь также и сомнение. Точка это или будет продолжение? Очень большие сомнения есть у этого человека. Эмоции. Чему-то выходит сегодня такая информация. Эмоции в отношении вас. Здесь нет ни одного аркана именно эмоций. Скорее всего, потому что мужчина очень приземленный. Очень приземленный. И, кстати, несколько раскладов подряд здесь выходит так, что возможно у вас или есть мужчина, или мужчина, или вот этот человек, на которого мы смотрим, он ревнует вас к другим мужчинам и думает о том, что в вашей жизни может появиться другой мужчина. Здесь опять у нас вышла куча мужских арканов. Так что эта тематика остается и по сей день. Он понимает, что что-то нужно менять. Что вот так, как сейчас ваши отношения в таком формате, в котором они сейчас есть, им нужно развитие, нужно продвижение. Тут даже не эмоции, а дальше как бы мысли пошли. Скорее здесь мысли для тех, кто расстался, а здесь для всех. И для тех, кто расстался, и для тех, кто остался вместе. Так что мысли должны были у нас здесь перетечь в эмоции, а в итоге получили дальше мысли. Здесь мужчина четко и ясно понимает, что ему пора брать на себя уже не просто ответственность, а принимать какие-то конкретные мужские решения. И что-то по поводу у вас решать и что-то вам давать. Конкретное, стабильное, настоящее. Так что здесь больше не об эмоциях. Но эмоции все-таки еще нам же хочется эмоции увидеть. Ну нет, нам никак сегодня эмоции из него не выбить, потому что мужчина приземленный, очень практичный. И на сегодняшний день нельзя сказать, что у него там зашкал по эмоциям. Он, конечно, многие вещи здесь обдумывает, о которых я вам сказала. Но вот что касается вас, здесь у него больше какой-то такой вот реалистичный взгляд в том плане, что пора, пора определяться. Пора, пора уже что-то вообще решать с этим. Вот так. Что мужчину волнует сейчас? Что его волнует сейчас? Может быть день рождения у него в ближайшее время? Вообще, некоторое время перед этим, некоторое время после этого. А некоторое время это сколько? Месяц до, месяц после. В то время, когда мужчина и женщина, любая, у кого день рождения, вы знаете, особенно уязвимы. Именно в эти промежутки года, в этот период года, возле своего дня рождения. Так что, возможно, если это так относится к вашему мужчине, то у него что-то его беспокоит, что-то его волнует. Как-то вот связано именно с его днем рождения, но не с самим отмечанием, процессом отмечания, а именно энергетические процессы, серьезные некие, протекают, которые его сейчас волнуют. Может волновать что-то, связанное с чувствами, с романтическими отношениями, или же с детьми, если есть дети. Что мужчина скрывает от вас? Какие-то рабочие моменты, что-то, связанное с его работой и материальным положением, материальными делами. Здесь он вам недоговаривает, недорассказывает, недораскрывает всю ситуацию, как она есть. Что-то есть, что скрывать. Что хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Что именно? Смотрите-ка. Он скрывает от вас, что у него есть решение о том, что нужно резко что-то в ваших отношениях, именно любовных ваших взаимоотношениях поменять. У кого-то может скрывать то, что у него есть решение расстаться. А у кого-то из вас есть решение у мужчины прям вот резко все изменить. Предыдущий сценарий в прошлое, в печку, в топку, как говорится. И все по-новому. Все с чистого листа. Отсечь все не нужно. И это касается именно отношений. И это отношения с вами. Так что здесь мужчина зреет на некое очень серьезное решение. И он хочет вам об этом сказать, но пока он об этом молчит. Почему молчит? Ну, потому что вы уже могли расстаться, допустим. И он только сейчас похватился и понял, кто вы вообще для него и что он потерял. И ему хотелось бы вас вернуть. Но может быть гордый. Или какие-то другие причины не позволяют ему этого вам сказать. Но здесь вот так. Так что здесь тоже пришла. Почему молчит? Для тех, кто расстался с ним, именно поэтому и молчит. Гордость не позволяет. Он многое осознал для себя. Вот что я вам скажу, девочки. Многое осознал для себя. Кто вы для него? Чем были ваши отношения для него? В том случае, если вы здесь расстались, или он ушел, или вы вышли из отношений, если вы сейчас не вместе. Так, ну что, давайте смотреть. Говорит ли с кем-то о вас этот человек? Да, говорит. Говорит о вашей ценности в своей жизни. Говорит хорошие слова. Ну, конечно, не у всех понятно, что это общий расклад. Смотрят десятки тысяч людей. Но для большинства аудитории будет так, что он говорит, и это слова очень ценные, очень хорошие о вас. Какую ценность вы представляете для него? Так что вот так. С кем-то может говорить здесь. А как у него... Да, следит ли за вами? Интересна ли ему ваша жизнь? Да, конечно. Ну, как его может не интересовать жизнь родного человека? По аркану страшный суд, это именно так. Да, интересует. Причем его интересуют еще и такие глобальные перемены в вашей жизни. Кармические перемены. Как там меняется ваша судьба? Что у вас происходит? Серьезного такого в жизни. Значимого. Как мужчина чувствует себя дома? Как у него там обстановка, если вы живете в разных местах? Что за дама? Ну, как-то вот, знаете, у нас сегодня идет информация о мужчине, который, наверное, очень многие из вас с ним или расстались, или как-то резко поговорили, или... Ну, что-то между вами некая такая резкость есть. И здесь, конечно, выходите вы, безусловно. И у него даже дома, у него постоянно мысли о вас. Кстати, очень многие из вас могут быть на расстоянии здесь. И общение ваше могло быть на расстоянии, или же очень часто использование ресурса в интернет, вот что-то в этом роде. И он сейчас, даже вот эта энергия ваша, ну, вы достаточно холодная сейчас женщина в его представлении по аркану Королевы Мечей, эта энергия его сейчас окружает даже дома. То есть он думает об этом, может думать о завершении цикла в ваших отношениях, или вообще о завершении ваших отношений, если вы расстались с ним, допустим. Или же о том, что это может в любой момент произойти. У него даже мысли о вас сейчас дома. То есть он эту энергетику о вас переносит еще и к себе в свой дом. Кстати говоря, вполне возможно, здесь еще и для части аудитории, что у него идет общение с какой-то женщиной в интернете. Может быть, не вы. Вполне возможно, у кого-то может быть это и не вы. Интернет-общение через мессенджер или соцсети, или вообще какие-то ресурсы в интернете. Идет общение. Какого плана, если это не вы? Какого плана это общение? Да вы знаете, вынужденное общение. То есть почему-то ему нужно с этой женщиной общаться. Ну почему? Я уже не буду здесь дальше как-то развивать эту тему, потому что, естественно, миллион разных может быть ситуаций. Но у него как бы вынужденное общение с этой женщиной. Ему необходимо с ней переписываться, общаться. Может, дела какие-то, может быть, в принципе, какая-то такая ситуация, когда... Ну вот, необходимо. Я не буду сейчас уточнять. Глубоко лезть не буду. Так, давайте теперь смотреть. Вопрос. Если вы сейчас с ним в расставании с этим мужчиной, хотел бы он вас вернуть? Потому что я вижу, что очень многие здесь в расставании находятся. Да, хотел бы. Здесь 100%. Хотел бы. У него прям страстное желание вас вернуть обратно. А действий можно от него ожидать в ближайшее время? Да и действий даже можно ожидать. Здесь мужчина и действовать может, потому что эмоции, чувства, они ему покоя не дают. Он все равно их испытывает, как бы там себя не проявлял, и что бы ни делал. Поэтому и действий тоже можно здесь ожидать. Ждет ли от вас первого шага? Нет. Он от вас не ждет первого шага. Он думает, что вы злы на него. Или можете вообще, как бы... Тут он даже может и бояться к вам сделать, как-то проявиться, сделать первый шаг, потому что он думает, что вы здесь находитесь в позиции вот такой, боевой очень в отношении его самого. Так что нет, не ждет. Даже более того, он думает, что вы находитесь в конфликтных сейчас энергиях в отношении. В отношении этого товарища, то есть его самого себя. Стоит ли вам сделать первый шаг с точки зрения Картеру, если очень-очень хочется? Королева Жазлов? Ну, давайте посмотрим еще. Нет. Здесь вам нужно, наоборот, продемонстрировать свое самолюбие, свою самодостаточность и на контакт здесь первой не идти. Ну, мне демонстрируют так. То есть надо, наоборот, закрыться, четко очертить свои личные границы. Здесь не имеется в виду забаррикадироваться вообще. Но у кого-то вполне возможно даже и так. Если у вас было желание, допустим, человека заблокировать, то значит, горячее такое желание заблокировать. Очень часто по Аркану Девятка Жазлов так и выходит, что у вас или желание заблокировать, или вы уже это сделали. То значит, это стоит сделать. Мужчина, который захочет вас найти, он найдет. Найдет способы, как до вас добраться. Если же не блокировать, я вообще не сторонник, конечно, таких вещей, но бывают ситуации, когда это необходимо сделать. Очертить свои четкие границы и самой первых шагов здесь делать не стоит. Да и не стоит по той причине, что мужчина сам сделает. Зачем? Для чего? Вы находитесь в сложных энергиях, в окружении каких-то сложных таких арканов, так что лучше действительно и не стоит, скорее всего, делать здесь шаги какие-то. Как вам лучше вести себя с этим человеком сейчас? Занимайтесь собой, своими делами. Акцент туда, пожалуйста. Все свое внимание на себя, на свой дом, на свою семью, если у вас есть семья, на свои дела. Как вести? Никаких резких движений, никаких резких шагов я здесь не вижу, чтобы вам рекомендовалось делать. Если этот мужчина уже появился в вашей жизни, для чего? Ну, потому что нужны вы его, потому что солнце его. Это вы, потому что его тепло, его любовь, или человек, который дарит ему любовь, питает его эгоцентризм, дает ему ощущение того, что он самый лучший, самый необходимый. Это вы. Вот такой человек вы именно, поэтому он и появился. Если есть дети, здесь еще и дети могут иметь значение в вашей истории. Но вообще здесь в первую очередь то, что ему необходима подпитка вашей энергии, то есть чтобы вы ему дарили вашу теплую, светлую энергию. Он в этом нуждается. Здесь искренне, если мужчина появился, он искренне этого хотел. И здесь искреннее намерение с его стороны в этом плане. Так, ну что, теперь давайте спросим, как он вообще вас видит сейчас. Как он видит сейчас вас, этот мужчина? О, яркая, сильная, сексуальная, красивая, умная, харизматичная, шикарнейшая абсолютно аркан. Вы женщина, которой его тянет сумасшедшей силой, потому что это аркан сила. И которая его покоряет своими качествами просто шикарными, сногсшибательными. Так что видит он вас вау как сейчас. Давайте сейчас посмотрим, как этот мужчина, что этот мужчина думает по поводу вашего мнения о нём. Как он думает, вы его видите. Как этот мужчина считает, вы его видите. Как он думает, вы его видите. А он думает, вы считаете, что он жадюга, скряга во всех отношениях, как в материальном, так и в эмоциональном. Он думает о том, что вы считаете его таким собственником и, в общем-то, сухарём даже где-то в чём-то. Вот у него сейчас такие мысли о том, что вы думаете о нём. Ну и давайте ещё я спрошу тогда, вопрос задам, очень часто просят меня. Стоит ли его поздравить с праздником, с днём рождения? Кстати, тут у многих из вас день рождения получился. Так что давайте посмотрим, стоит ли его поздравить с праздником или с днём рождения, если очень хочется вам сейчас, даже если вы сейчас с ним в расставании. Если вы расстались с этим мужчиной, не зря сказала, даже если вы в расставании, если вы с этим мужчиной расстались, то нет, не стоит. Стоит свой пыл, своё желание укротить, и если это точка, то это точка. То есть уходя, уходи. Вот так. И не стоит этого делать, это не даст того результата, на который вы рассчитываете. Давайте посмотрим, если вы продолжаете отношения, находитесь в отношениях, сейчас не в расставании. Стоит ли его поздравить с днём рождения? В этом случае, да, можете поздравить. Если между вами сейчас всё хорошо, если же вы находитесь в конфликтной ситуации и в расставании, то поздравлять здесь его не стоит с днём рождения. Вот так. Что вышло, то вышло. То я вам и сказала. Так, теперь давайте переходить к вопросу о сопернице. только для тех, у кого есть соперница. Если соперницы нет, этот вопрос не смотрим. Что у него с соперницей? Вот тут у нас такая дамочка, которую постоянно показывают в окружении других мужчин. Здесь явно ваш мужчина не единственный в этой истории. И тот второй, которого сейчас нам продемонстрировали, это мужчина из её прошлого. И вот сейчас этот мужчина на её горизонте появился, и нам здесь идёт речь о том, что у них как бы вспышка, вспышка может быть чувств, или как бы вот когда люди входят второй раз в отношения, входят в одну реку дважды, да? Вот у них сейчас происходит что-то в этом плане. Не с вашим мужчиной, а с другим. И мужчина этот её или бывший, или просто их связывали отношения, долгое время длительное и по сей день связывают. Но сейчас у них вспышка, вспышка чувств, и женщина здесь отношений, уж не знаю чувств, не чувств, и женщина здесь переживает, а как же будет дальше? А как же и разрулить ситуацию с двумя мужчинами? Ну, два как минимум здесь. Вот. Так что как-то вот так сегодня вышло интересно. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна, как всегда, вам за лайк, за тёплый комментарий под моим видео. Если не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного, и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.